Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Сегодня мы с вами разговариваем про розлив вина в бутылке. Для начала поговорим, зачем вообще это нужно. Если мы не поставляем вино в торговой сети, и нам не нужна тара для продажи, если мы делаем для себя, для чего вообще это делать? Ну, тут зависит от того, что мы хотим, и от того количества, которое у нас есть. Если, например, вот сейчас март, у нас осталось несколько литров, которые мы планируем в ближайшее время употребить, то, в общем-то, розлив, заниматься розливом и купоркой особо не стоит. Если у нас тара побольше, мы переместили вино в тару поменьше, потому что вино любит именно полную тару, ну и заниматься купоркой нет необходимости. Если же мы понимаем, что мы хотим вино хранить долго, значит, тогда можно прибегнуть к этой операции, потому что в бутылке вино тоже созревает. Хотя оно не только созревает, оно и заканчивает там свою жизнь, оно стареет. В прошлом видео, когда я рассказывала про созревание вина, я говорила о том, что все процессы созревания, они базируются на окислении и восстановлении. Если у нас, например, вино было в дубовой бочке, там оно насыщалось кислородом медленно, там оно немножко окислялось, и дальше наша задача, этот самый кислород, доступ его ограничить и запустить восстановительные процессы. Вот для этого мы разливаем вино в бутылки. И именно в бутылках уже происходит полноценное развитие букета при определенных условиях. Итак, когда же мы разливаем вино в бутылки? Первое и самое главное правило винодела – это выдержка, выдержка самого винодела. Не надо это делать слишком рано. Вино должно быть готово к тому, чтобы быть помещенным в эти самые бутылки и быть укупоренным. То есть оно должно полностью-полностью выбродить. А если что-то пошло не так, оно немножко недобродило, вплоть до того, что спиртовое брожение могло не до конца пройти, яблочно-молочное брожение могло не до конца пройти, а яблочно-молочное брожение характерно тем, что единожды начавшись, оно пока не завершится, может бродить долго-долго-долго. И вот сейчас весна, и это тот частый случай, когда вино начинает бродить заново. Даже в подвалах чуть-чуть стало теплее, и процессы запустились заново. Если вы в таком случае поместили вино в бутылку раньше, вы ее укупорили, помним, там воздушная прослойка остается довольно маленькая, бродит-бродит, хорошо, если оно будет просто чуть газированное, но может случиться так, что ваши бутылки просто разрываются. Обидно, потеряли свой труд, потеряли хороший качественный продукт, поэтому не стоит это делать слишком рано. Кроме того, для того, чтобы вино именно продолжило созревание в бутылке, оно должно пройти определенные стадии. Тоже в прошлом видео я говорила, что вино должно определенным образом насытиться кислородом. В бочке, например, в бочке мы помним, там выдержка может быть, ну у меня маленькая, тут двух месяцев достаточно, но там может быть и год, и два, и три, то есть оно должно постоять и пройти определенные этапы. Если бочки нету, тоже в прошлом видео я рассказывала, что хотя бы несколько раз мы немножко при переливках вино насыщаем кислородом, потому что если оно не насытилось кислородом, мы его закрыли в безвоздушную среду, это тоже не есть хорошо, и в таком случае вино может тоже приобретать не очень хороший вкус, не очень хороший запах, то есть не спешите. И третий момент, вино должно быть полностью осветлившееся. Я сейчас разверну камеру, у меня уже видно, здесь две банки стоят, и покажу, чтобы вы поняли разницу. Значит, почему полностью осветлившееся? Если у нас вино недоосветлилось, оно у нас стоит в общей какой-то емкости, постояло-постояло, в какой-то момент мы видим, оно приобрело определенную степень прозрачности, мы его перелили. В бутылках, ну как мы будем переливать? То есть нам надо опять будет их откупоривать, заново закупоривать, это лишний труд. И смотрите, разница. Вот, вот это вино по именно своей прозрачности, оно видите, аж блестит. Вот оно готово к розливу, а вот это, ну вроде бы прозрачно, но разница, очень сильно ощущаем. То есть вот это вино, оно еще не готово, и не надо его торопить. Все, пусть оно стоит, пусть оно осветляется. Хотите, можете прибегнуть к осветлению, но оно должно быть вот таким. И только такое вино мы уже разливаем. Итак, дальше, какая бутылка? Стандартные бутылки у нас 0,75, иногда бывают маленькие, по-моему 375, и большие полуторалитровые, я встречала, у меня даже была одна такая бутылка. Ну 0,75 стандартная от какого-нибудь вина, понятно, что они продаются новые, но зачем покупать, если вы когда-то пили какое-то магазинное вино, то что бутылки станется? Абсолютно ничего. Подготовка. Помыть я не стерилизую, я этим ничем не заморачиваюсь. Если вы чистенько вымыли бутылку изначально, когда вы выпили из нее вино, там нет никаких осадков, в ней ничего не стояло, не закисало, то она у вас уже чисто, ну понятно, сполоснули, лучше с содой. Этого достаточно, но если, например, вы все-таки хотите как-то перестраховаться, то в таком случае можно, например, в духовке подержать при определенной температуре, ну, скажем так, эти бутылки прокалить. Это будет самый простой способ, можно, конечно, поставить, как мы банки стерилизуем, например, на водяной бане, ну, с бутылками это не совсем удобно. А я считаю, что горячей водичкой с содой будет вполне достаточно. Итак, залили сюда вино, ну, видите, в принципе, заливать вот по горлышку у меня вышло чуть-чуть больше. Что касается пробок и подготовки пробок, миллион всяких есть мнений, кто-то считает, что пробки нужно пропаривать, кто-то считает, что пробки не нужно пропаривать. То, что встретила я в профессиональной литературе. Если закладываться на длительное хранение, то пропаривать пробки плохо, и в этом нет необходимости. Дальше, если мы берем советскую литературу, ну, я делаю такой небольшой обзор для вашего понимания, там метод подготовки пробок, по-моему, 3 дня, вот их там как-то увлажняют на часик, потом опять посушат, потом опять увлажняют. Ну, это очень долго, и в домашних условиях, ну, я считаю, что это как-то нерационально бегать каждый час и пытаться как-то увлажнять эти пробки. В иностранной литературе профессоров из Бордо я встретила совершенно другой способ. Значит, пробки замачиваются в холодной воде на 12 часов. И после этого еще полчасика держатся при температуре 45 градусов. Ну, что сделала я? Вот у меня кастрюлька, там эти самые пробочки, сейчас на камеру чуть-чуть опустим, чтобы было лучше видно. Я прикрыла блюдцем, потому что пробочки всплывают, пробочки всплывают, поэтому, чтобы они у меня так получше вымочились, я их блюдцем немножко прикрыла, вот они у меня постояли, ну, я не засекала 12 часов, ну, часов 5-6 они постояли в прохладной водичке, а потом просто тепленькое щайника добавила, приблизительно до 45, на полчасика они постояли. Все, мои пробочки размокли, они готовы. Ну, и сейчас я перемещаюсь на пол, ввиду того, что стол у меня барный, высокий, и мне будет очень неудобно закрывать на столе, не настолько у меня сильные мои женские ручки, ну, ощущение вполне это реально закрывать на столе, впрочем, на полу это точно будет удобно. Вот такой укупориватель, ну, довольно часто встречается, на Алиэкспрессе можно нанести, и в специализированных магазинах. На самом деле есть еще более простой вариант, вот такая какая-то трубочка, но насколько удобно им пользоваться, я не знаю. Что касается еще этих укупоривателей, в большинстве, которые вы встретите, вот здесь, вот на этих лапках, такие красные, ну, типа как силиконовые штучки. В общем, гадость редкостная, они буквально через 2-3 применения порвались, ну, я у мамы инженер, поэтому просто я изолентой открутила плотненько, потому что металл не очень хорошо, не очень удобно. То есть вот на это можете сразу обратить внимание и сразу снять, потому что они, они рвутся. Итак, здесь у нас все закрыто, здесь не закрыто. Закладываем пробочку сюда. Положили, туда она провалилась, и теперь смотрите, что очень важно. Мы когда поставили, я сейчас приближу, вот эти лапки у нас под горлышком, и мы их должны максимально здесь и держать, потому что первое время, когда я пыталась что-то закрыть, лапки эти соскакивают, и пробка входит не полностью. Поэтому смотрите, чтобы вот эти лапки плотно облегали горлышко. И дальше мы нажимаем. Оп! Все, наша пробочка вошла. И вот здесь вот она зашла. Если вот эти лапки, ну, я сейчас на этой же бутылке покажу, то есть если мы не плотненько делаем, они чуть вверх соскакивают, вот так. Кстати, вот на тех силиконовых штуках они соскакивали, и пробка будет вверху. Ну, ее можно дожать, мужчины это сделают без проблем, ну, просто так будет гораздо удобнее. Я использую вот такие 33 на 21. Бывают пробки более длинные, бывают пробки более толстые, но более толстые пробки и не сложнее укупоривать. В общем, 33 на 21 я считаю вполне удобным размером для укупорки. Ну, а вы смотрите, что вы сможете найти, потому что, да, специализированных магазинов вроде бы много, но тем не менее не у всех есть к ним доступ. И дальше. Значит, что мы можем с этим сделать? Я думаю, что многие помнят, где-то там в советские времена было все здесь залито сургучом, то есть мы вообще делаем бескислородную среду. И идут процессы восстановления в бутылке, которые, собственно, и должны идти. Если мы оставим пробку вот так, то через нее немножечко будет поступать кислород. И, кстати, были проведены опыты, то есть чем суше пробка, тем кислорода поступает больше. Когда мы ее вымочили, кислорода будет поступать меньше. Ну, кроме того, есть еще специальные такие термоколпачки, которые можно приобрести тоже в специализированных магазинах на Алиэкспрессе. Они продаются. Одеваете, ну, то, что мы сейчас и в торговых сетях видим, одеваете под горячую водичку, все, он плотненько облегает. Я думаю, что с этим уже справитесь сами. Можно так, можно попробовать каким-то воском залить, ну, чем захотите, да. Немножечко, если термоколпачки, у них, по-моему, там есть небольшие отверстия, то есть чуть-чуть какое-то небольшое проникновение кислорода будет, это нормально. Ну, лучше, конечно, чем-то закрывать, особенно, если мы закладываем на длительное хранение, потому что пробочка, ну, будет подсыхать. И помещаем. Не обязательно полностью в горизонт. Не обязательно. Но пробка должна омываться изнутри жидкостью. То есть это может быть, ну, вот, зеленая бутылка, не видно. Вот такой какой-то наклонный вариант. И температура. В прошлом видео по созреванию я говорила о значении температуры для созревания вина. Если мы закладываем надолго, если мы никуда не торопимся, то это температура 12-14 градусов. Если у нас есть такая возможность. Если мы хотим ускорить созревание вина, тогда температура 20 градусов для красных вин и до 25 для белых вин. Это тоже вполне допустимо. Ну, и к тому же, если у нас нет подвала, нет никаких возможностей, значит, мы просто помещаем наши бутылки туда, где температура будет по возможности постоянно. Ну, и это, конечно, должно быть какое-то темное место. Шкаф, кладовка, под кровать. Даже в одном, знаете, видео американский фильм про вино они говорили. Вы можете хранить вино, ну, где угодно, где постоянная температура, можно в туалете. То есть, где вы найдете вот этот уголок с постоянной температурой и темнотой, туда можете смело бутылки помещать. Ну, и еще вопрос. Сколько хранить, сколько созревать вино должно? Это уже зависит от самого вина. Да, вы можете много где встретить, что зависит от его кислотности. Ну, не только от кислотности, зависит от многих параметров, от того, как оно было сделано, от того, из какого винограда оно должно, из какого винограда оно было сделано. Поэтому здесь уже смотрите сами по своему вину. Закрыли несколько бутылок через некоторое время. Вы пробуйте, понимаете, что с этим вином происходит, но уже с опытом видите, насколько есть смысл держать это вино дольше, либо нет смысла. Ну, если вы рассчитываете на какое-то длительное хранение, значит, мы не спешим делать розлив. Мы храним в больших емкостях, бочки, либо это будет крупная стеклянная тара какая-то, та, которая у вас есть. Ну, делаем иногда небольшую аэрацию, ждем, а уже в бутылки разливаем, ну, скажем так, попозже. На сегодня это все, что я вам хотела рассказать. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свои мнения, задавайте вопросы. А под видео, нажав кнопку «Еще», вы найдете ссылку на каталог. наших сортов винограда и мои контакты. И до новых встреч. Пока!